Всем здравствуйте! В кадре у нас кошечка и нож Ганза G722. Сегодня я хочу сделать о нём окончательные выводы. Кошечка, пойдём у нас на балкон, садись рядом, будешь моей помощницей сегодня. О, порезался уже. Так, в общем-то нож Ганза G722. Хочу поговорить об особенностях его конструкции. Первое, это мощный, но при этом и изучий клинок. В обухе его толщина составляет 3,7 мм. При этом спуски у него начинаются примерно от 1,5 мм. Лучше бы даже были бы, если бы они от обуха, а ещё более бы изучий был. Но сведение при этом у него 0,7 мм, а ближе к острию 0,8 мм. То есть не такое сведение, как обычно было 1 мм. 1,1 мм. В общем-то, при таком сведении, для такого мощного клинка он достаточно изучий. Рукоять у него крупная, ухватистая. Такое, имеется, у него не брюшка, подпальцевый упор. Тут тоже такое навершие, маленько книзу вот так вот. И, в принципе, очень удобно. Ну, у меня рука средняя. Для такой уж крупной руки гораздо лучше среднего она будет, возможно, маловато. Ну, очень ухватистая, очень такая, прямо вот, такие упоры развитые, выемки. Очень удобная рукоять. Фреймлок. Сейчас Ганза почти на всё, не на всё, а на очень многие модели ставит свой фирменный. Аксислок. Кровь у меня течёт. А вот на этом Ганза у нас фреймлок. Ну, достаточно мощный замок для такого ломика. В принципе, наверное, это лучшее, что можно было сделать. Ну, Аксис тоже, если он хорошо сделан, он достаточно крепкий. Ну, вот то, как его Ганза реализует, все знают. Как у меня G727 с этого замка срывалось. В общем-то, расстроило меня это очень сильно. Ну, вот тут такой крепкий замок для такого ломика, я думаю, самое оно. Ну, как бы тут у нас что видим? С одной стороны рука, есть вот такая вот накладочка G10. Вот такая вот интересная фазировка. Достаточно аккуратно всё сделано. А вот с другой стороны накладочка у нас отсутствует. Это как бы не недостаток. В общем-то, в холодную погоду рука будет мёрзнуть и с ним работать. С утра где-то выбрались из палатки щепу настрогать на костёр. Ну, достаточно это на самом деле... А, кровь текёт. Неудобно. В общем-то, плюс тут клипса глубокой посадки. Хорошая клипса. Но из-за того, что накладка скользкая, на кармане она может болтаться с стороны в сторону и слетит... Ну, слетает, в общем-то, нож. Достаточно некрепко он держится. Ну, при таком весе, тем более, 220 грамм. Если вниз головой повиснуть, он, конечно же, с неё соскочит. Ну, я не считаю это недостатком. Я считаю это особенность конструкции. Вот видите, тут вот есть такой вот стоппер, который не даёт поигнуть лайнер. Ой, уни-лайнер, то есть в фрейме есть шаек, который удерживает нож в закрытом состоянии. Ну, в принципе, таким вот образом его открыть можно. Такая вот механика у него. Ну, поэтому... Лифток у него... Такой значительный. Ну, ладно. Это были особенности конструкции. Вес 220 грамм, как я уже сказал. Давайте рассмотрим его минусом. Первым его минусом... Наиболее неприятным для меня было то, что его осевой винт раскручивается. Это достаточно неудобно, представляете? Причём он быстро раскручивается. Раз, щёлкнул там. Буквально раз пять щёлкнул, уже люфт значительный появился. Да, кстати, что-то... Ну, ладно, сейчас поговорим об этом ещё. Люфт значительный появился. Раз десять, всё, он прям вот так вот ходит уже из сторону в сторону совершенно. Это неудобно. В общем-то, что я с ним сделал? Сначала попробовал его лак в качестве фиксатора, если бы использовать. Ну, в общем-то, это совершенно не помогло. Потом капнул маленькую капельку клея. Момент. Тоже достаточно быстро раскрутился. Сейчас у меня осевой просто залить этим моментом. И всё равно вот этот люфт появился. В общем-то, конечно, ход при этом такой у него. По-моему, он всё равно продолжает раскручиваться. Прям капну я хорошую такую каплю, закрутил тут всё это полезло. Я с ваткой, со спиртом вот стёр вот это всё. Ну, что-то не помогает это нифига. В общем-то, я считаю, что это значительный минус постоянно подкручивать вот этот севой. Хотя у меня вот, например, на Антайвер это один. Сколько им щёлкает, не щёлкает, ничего со севой не случается. Нисколько, ни на миллиметр не раскрутился он. Крой, зараза, бежит. А вот здесь прямо вот такие беда какая-то с этим осевой. В общем-то, значительный минус, самый неприятный. Второй минус. Это вот мягкий металл на вот этом вот фреймлоке. Так, сейчас камеру пробуем показать. Наверное, не видно будет. В общем-то, видите, фреймлок заходит уже почти до конца. На фреймлоке появилась достаточно значительная выработка. Разбирать этот нож я не хочу. Но поверьте, что выработка там присутствует. И это весьма и весьма неприятно. Мягкий металл. Если клинок изготовлен достаточно удачный стали, хорошо закалённый, термообработанный, то вот фрейм мягкий, выработка с овенем станет ещё больше. Он начнёт уже упираться в лайнер. И уже появится вот такой вот люфт. Поперечный. Это продольный у нас, это поперечный. Второй минус. Это... А, это уже будет на стете. Минус, в общем-то, фреймлок мягкий достаточно. Мне это не понравилось. Это достаточно неприятно. Либо тут какой-то сухой ставить из крепкой стали, либо как-то закалять вот эту пластину всю. Очень мягкий тут металл. Что у нас ещё тут есть? Ну, из-за того, что накладка отсутствует, понятно, что это какая-то, по крайней мере, особенность конструкции, но вот тут вот при сжатии такой и работе, например, сало резать, очень сильно, вот особенно вот в этом вот месте, видите, тут осевой, и такой небольшой вот выпуклость такая вот. Очень сильно она в руку прям впивается. Не могли они как-то больше вот это всё закруглить, хозяйство, чтобы оно было поаккуратней. Сам бы я мог бы, конечно, надфилем всё это обработать, но... Тут покрытие такое стон-лож, и, в общем-то, оно подпортится. И я этого не хочу. В общем-то, достаточно вот это всё равно неудобно. Кажется, рукоять огромная, хватит, станут трезать, начинаешь и прям рука стонет, как бы, уволь, как бы, прямо в этом месте очень-очень неприятно. Вот это на руку, такая боль прямо. Ещё из минусов, что тут в эргономике, это вот, вот эта вот грань фреймблока, в общем-то, и палец тут вот, ну, способен её зацепить, как-то поцарапать. Ну, это не смертельно, но, в общем-то, тоже неприятно. Ещё одним минусом, у него была заточка, я сейчас исправил её, в общем-то, тут вот шила режущая кромка, и тут вот ближе к концу режущей кромки, ближе к рукояти, она резко вот так вниз уходила. Пришлось её стачивать и перетачивать нож, в общем-то. Тоже на многих китайских, недорогих ножах это встречается. Ну, от этого недостатка избавился, видите, тут такое тупьё теперь появилось. Ну, хотя бы нету того русского, вот этого понижения режущей кромки, которая и вид портит, и в заточке мешает. Ну, что ж, в общем-то, о минусах мы поговорили. Теперь перейдём к плюсам ножа. Ну, опять же, я повторюсь, что у него, несмотря на то, что клинок толстый, он при этом способен резать неплохо. Я думал, он будет, как обычный лом, там яблоки колоть, совсем уж откровенно продукты там резать, с таким, с упором, с нажимом. Ну, достаточно неплохо он режет продукты, я считаю, по сравнению даже с Ганзо 704, у которого спуски были от середины клинка, сведения там около миллиметра. В общем-то, вот это достаточно удачный клинок. Ну, сочетает такую оптимальную какую-то прочность, и, в принципе, изучесть. Второй плюс. Ну, качественная обработка G10. Смотрите, вот тут вот, насколько всё аккуратно, этот бэкспейсер сделан, ничто нигде не выступает. Вот тут вот всё аккуратно, как подобрано. В общем-то, обработано это всё достаточно качественно, достаточно аккуратно. Спуски, посмотрите, как сделаны. Насечка, вот это, шпенёк. Достаточно аккуратно, на самом деле, всё обработано, и это радует. Очень приятно это. В общем-то, что ещё? Ну, замок, фреймлок, хоть и на нём выработка, но он надёжный. Я им колотил со всей дуи по деревяшке, и, в общем-то, один раз удалось мне сложить, но это уже была излишняя прочность для складного ножа. В общем-то, надёжный замок. Мне нравится. Хороший. Следующий плюс, это у нас медные шайбы. Видно сейчас. Обе шайбы ставятся на него медные. Ну, одна вот тут поменьше, с этой стороны побольше её видно. У Ганза недавно пошла мода ставить с одной стороны медную, а с другой второпластовую. Ну, вы ставьте или обе второпластовых, или обе медных. Сочетание какое-то. Естественно, медь, ну, или что там у них, латунь. Гораздо лучше, чем второпласт. Тут, как ни крути, есть поклонники у второпластов, но я и не понимаю совершенно. Какой-то пластик, тут медь, или латунь. Достаточно удобно всё это. В общем-то, поезд мне, кстати, на несламора. Ну, об этом будет чуть позже видео. Ну, достаточно. Ну, шайбы мне нравится, что медь. Я вообще не считаю смысл сталь-фор второпластов. Ну, пускай это чуть стоимость нажала увеличит, но сделайте вы медные шайбы на любом ноже, какой бы он ни был. В общем-то, нравится мне больше медные шайбы, гораздо больше, чем второпластовый. Хотя у Ontario Red один идёт, две толстых медных шайбы, на них тоненький, второпластовый. Ну, в общем-то, механику Ontario Red все знают. Прекрасная механика. Что ещё можно отнести к плюсам? Безусловно, это сталь ножа. 440С. Возможно, по составу она ближе к 440Б, но она реально неплохо закалена для китайских ножей, по-моему, это одна из лучших стали. В общем-то, научились Ганза эту сталь хорошо термообрабатывать, и это плюс. Она заточку вполне нормально держит, как АУС-8 на Ontario Red один, или даже на Каутсилах. В общем-то, где-то что-то примерно на уровне их. Нельзя, конечно, однозначно сказать, что лучше, но вот достойная сталь на самом деле. Если бы каких-то не было вот этих раскручивающих сансивых, мягких фреймлоков, то вообще по такой стали ещё бы механику нормальную сделать, и всё качественно обработать, вот эти все какие-то фасочки снять. Ну, это отличный нож был бы на самом деле. Вот если фиксиды делать, фиксид всегда проще сделать, чем какой-то складень. Как бы там фиксид, что, ну, рукоять, клинок. С такой термичкой сталь вполне достойно эти фиксиды конкурировать даже с теми же фиксидами Каутсилла. А так, по цене они наверняка будут дешевле. Я думаю, Ганза имеет смысл сейчас сделать как бы свои реплики, свои видения на некоторые фиксиды. Даже от Каутсилла, от Бенчмонда, того же. Да, в общем-то, вариантов тут масса. Фалькнивина. В общем-то, я бы с удовольствием их приобрел. А вот складник что-то в них как-то все-таки эти вот недостатки как-то препятствуют моему нормальному их использованию. В общем, сталь достойная. Что еще нравится? Ну, неагрессивная насечка на обухе. Некоторые производители стремятся. Даже тот же Ганза G704. У него такой прямо такие треугольники острые, такие прям палец наминает, если без тактической перчатки работают мгновенно. А тут вот достаточно такая насечка, неагрессивная, удобная. вот в голой руке реально, это правда удобно. Хотя многие на тактике стремятся какие-то насечки сделать агрессивные там-сям. Тут вот она только у нас на обухе клинка и вот тут вот на рукояти ближе клинку. И хорошая насечка, удобная, в общем-то, получилась у них. Что еще можно отнести к плюсам? Это наличие вот такого вот стеклобоя. Ну, никто не знает, когда в жизни придется выбить у нас стекло. Кстати, к ним клипс окрепится вот этому бэкспейсеру. Ну и достаточно хороший стеклобой. Вполне, думаю, можно при таком месте нажать не более это стекло какое-то разбить. Это, конечно, плюс. Еще что из плюсов? Ну, глубокая клипса глубокой посадки. Мне, конечно, нравится больше всего клипса глубокой посадки. В общем-то, полностью скрывается нож, только вот стеклобой маленько торчит. Безусловно, это плюс. Что еще? Ну, крупное кимлячное отверстие. В принципе, хоть трос какой-то можно продеть сюда туда вполне можно сделать темляк. Но я темляками не особо пользуюсь. Ну, крупное темлячное отверстие это всегда плюс, тем более, для такого вот крупного ножа увесистого. Так, ну что, поговорим о том, где его применять, этот ножичек. Ну, в качестве DC, я думаю, естественно, 220 грамм веса. Такой достаточно крупный нож. Радно он крупный, но он и весит много. Ну, в общем-то, такой толстый клиночек. Я думаю, все-таки, ну, нет, все-таки в качестве DC этот нож не будет хорошим вариантов, хотя сам нож, ну, неплохой, скажем так, но в качестве DC применять я его никому не советую. Хотя люди все разные, возможно, кому-то и пригодится. Кстати, вот остриел этого ножа, достаточно тоже мощный. Где его еще можно применять? А вот, мне кажется, с таким вот стеклобоем и весом идеально этот нож в машине в бардачок кинуть. Никто не знает, когда случится какой-то несчастный случай, какая-то авария, чтобы он поблизости в машине где-то был и можно было при необходимости взять, так вот стекло разбить. Вот в этом плане, кстати, он весьма удобен. Так же раз там достать, например, там деревья какие-то повалил, ну, небольшие деревца, какие-то веточки там такие, ну, толщиной там где-то диаметром там сантиметра три, три с половиной. И раз вышел из машины, нож достал из бардачка, перерубил эту веточку, неплохо он, кстати, рубит. Ну, сел и поехал дальше, например, если на дорогу ветка упала, чтобы не лазить в багажник за инструментами, а вот в такого плана. Ну, естественно, стеклобой тоже весьма полезен бывает. Так же там в случае алая и имени безопасности тоже можно будет отрезать. В общем-то, никто не застрахован. Поэтому вот где-то в бардачке поблизости в машине думаю, этот нож будет неплохо смотреться. Ну, а в походе, ну, в общем-то, неплохо ему подрубить можно и как-то продукты маленько поездить и что-то по дереву поработать. Ну, не идеальный, конечно, нож, скажем так, где-то вот при похолодании неудобно будет его в голове тебе, например, держать. Плюс вот это вот как-то руку наминает. Ну, в общем-то, по цене его в поход брать можно что-то и поинтереснее даже найти за эти деньги. Ну, как правило, этот нож рекомендуют начинающим нажиманам. Естественно, те, кто нажиман уже более-менее увлекаются, там советы давать вообще бесполезно, потому что там уже настолько свое видение на какие-то вопросы, что там как бы только вот свое мнение высказывать. Ну, а вот сейчас-то этот нож советуют туристам, начинающим нажиманам, ну, и о чем бы я хотел сейчас поговорить. В общем-то, стоит этот нож на сайте Джербест ну, что-то тысяча, сто, тысяча, двести. В общем-то, за эти деньги можно взять, например, вот такую вот мору или вот такую вот мору. Стоит они, ну, рублей 500-600, где-то так. В общем-то, ну, у нас останется еще 600 рублей. Ну, и при этом в дополнение к этой море можно взять векториноксвальтер. Ну, модель 84 миллиметра, у меня ее нету под рукой, к сожалению. Но в накладках Ecoline при этом, потому что дешевая серия накладки Ecoline. Ну, в общем-то, там получить штопор, маленький вспомогательный клиночек и универсальную открывашку с отверткой. Ну, плюс пинцет, зубочистка. Ну, в общем-то, вот так вот. То есть, вот, вот можно взять. Хорошо, если брать этот нож с официального сайта, вот этот вот Ганза, он стоит там 2200-2300, по-моему, где-то так. В общем-то, за эти деньги можно уже взять что-то более продвинутое, там, Моро Компаньон, но она тоже рублей 700-800 стоит. Моро Компаньон можно взять, или вот такую вот Моро 711, например, или как там называется, не помню. Ну, точно такая же Моро, но только из нержавеющей стали. Но они стоят рублей 800-800. И на оставшиеся деньги можно взять, например, какой-то, вот такой вот, например, Викторинакс Спартан. Ну, около 1000 стоит, в общем-то. Вполне на него хватит. Плюс еще на вот такую вот отверточку схватит, чтобы вкрутить ее. Либо вот такой вот ножичек, но он что-то 1100-1200 стоит. Модель Викторинакс Аокс Пионер, тоже замечательный ножик, в общем-то. Ну, или даже вот такой вот двухрядник, он уже полторашку стоит. Но, в принципе, должно хватить, в общем-то. Должно, там, если что, даже чуть-чуть добавить. Тут уже полноценный такой клиночек по продуктам поработать. Дополнительный инструмент отвертка, шива, две открывашки с отвертками. В общем-то. Ну, или даже его вот такого вот собрата с ригельным замком тоже вполне можно. Но, однако, если обратить внимание на серию Калайн, можно взять модель офицерского формата вот с такими вот ножничками, например. В общем-то, они подешевле стоят. то есть, климпер, но в накладках Эколайн. Что-то около где-то тысяча, наверное, 100 тоже стоит, 1200. В накладках Эколайн. Ну, а накладки Эколайн на самом деле нисколько не прыгают. То есть, тот же Spartan, но только вот с такими ножницами. Климпер, но в накладках Эколайн. Ну, в накладках Эколайн они не имеют своего имени. Либо даже модель в накладках Эколайн вот с такой вот пилой. То есть, Spartan И вот такая вот пила Это уже будет модель Кемпер Пилой можно что-то аккуратно перепилить В общем-то тут понятно все Плюс дополнительные инструменты Ну а если даже хорошо поискать или чуть подкопить Можно взять такой же вот Спартан Ну как Спартан функционал, он 4-х рядник идет Ну плюс там клинок и пила Модель называется Хансмэн В накладках Эколайн она стоит около Полторы тысячи рублей В общем-то, ну то есть Такой вот мора вполне можно в накладках Эколайн взять ножик Поэтому, ну что я в общем-то Этим хотел сказать Что в принципе Тоже надо думать Прежде чем какие-то ножи покупать В общем-то Что-то можно найти и более интересное И более достойное Знаете, викторинексы, неубиваемые Моры, неубиваемые эти Многим людям служат Никаких проблем люди с ними не испытывают Ну а так, что по ножу сказать Ну в общем-то Если очень нравится, возьмите его Нормальный нож В принципе Рукоять достаточно удобная Несмотря на свои недостатки Клинок достаточно изучий Несмотря на то, что толстый Замок достаточно надежный В общем-то Трестные параметры На клипсе вполне можно носить Вес чуть большеватый Ну в общем-то Не буду затягивать видео На этом я с вами прощаюсь Желаю всем всего наилучшего Спасибо за внимание И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok